Киев и Москва выходят на новый виток кризиса двусторонних отношений. В прошлом году, когда Украина не добрала у России экспортный газ, власти страны попросили, чтобы Москва отсрочила предъявление штрафов, предусмотренных за это по контракту от 2009 года. И вот теперь власти России больше не хотят ждать и намерены добиваться выполнения условий сделки. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, сумма, которую его компания требует у «Нафтогаза», превышает 8 миллиардов долларов. Таким образом, общий долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» составляет уже почти 30 миллиардов долларов. Аналитики на Западе тут же заговорили по этому поводу о том, что пора поставить Россию на место и покончить с зависимостью Европы от российского газа. На деле же всё не так просто. Примерно четверть всего газа, потребляемого европейскими государствами, сейчас поступает из России. Такие страны, как, например, Венгрия, до недавнего времени импортировали из России до 85% природного газа. В свете украинского кризиса и аннексии Крыма, всё больше политиков на Западе считают, что энергонезависимость для западноевропейских держав – это ещё и вопрос национальной безопасности. Безнадёжных и недорогих источников энергии, говорят они, нельзя рассчитывать на поступательное социально-экономическое развитие. Мы хотели бы изменить отношение с Россией к лучшему и приветствовали бы как экономическое, так и политическое партнёрство с ней. Но для этого Россия должна понять, как следует строить отношения с другими странами, особенно с Украиной и с европейскими соседями. Это означает прекратить использовать энергоресурсы как политический рычаг и стать конкурентоспособным игроком на рынке, где у всех есть равные возможности. Однако Россия занимается сейчас ничем иным, как экономическим шантажом. По утверждению представителей Госдепартамента США, правительству той же Венгрии Кремль предложил 50-процентную скидку, если оно прекратит снабжать газом Украину. Власти балтийских государств сообщили о случаях, когда корабли ВМФ России мешали их морским судам прокладывать газопровод в Балтийском море. Вот почему, считают эксперты в США, государством Европы надо постараться выработать единый курс, который позволит сдержать хищнические амбиции Кремля и обеспечить континент сырьём. Соединённые Штаты готовы помочь в этом европейским партнёрам. Но роль организатора и вдохновителя ложится на Брюссель, где расположена штаб-квартира ЕС. Принимать решение и выстраивать новый курс ему следует до того, как вновь разразится кризис и в домах европейцев опять перестанет работать отопление. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярёв, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Продолжение следует...